Ну мы реально как в гангстерском фильме. Там Скарпачч, тут Скарпачч. Поднимаюсь сейчас с динозавра и будем смотреть, что там куда отъебнуло. Сегодняшний день у нас начался не с кофе, а с Бориса. Хотя Борис тоже попивал, кстати, кофе, пока ехал. Но речь сегодня не об том, а об нем. Решил я не пилить своего Скарпа. И дабы не пилить Скарпа, нужно еще купить другого Скарпа, чтобы распилить Скарпа. Короче, коллаборация коллабораций. Потому что Сиеру надо все-таки поставить на колеса, поставить на ход. А Скарпа этого перед не хочется, потому что даже сейчас мы едем на нем. Боря, тебе комфортно? С кайфом вообще. Вот так вот. Поэтому решено было купить донора для донора, чтобы не пилить донора. Ха! Есть тут у меня один кореш перекупчина, блядь. Нашел вроде мне тачку. Поехали, чекнем ее. Вот она, рыба моей мечты. Пиздец. Че там, не качается колесо какое-то? Ух. Ну да, ему хуёво. Бля, автоматный червяк какой, а. Ну, короче, чистопитерская помойка, разборка. Атмосфера, тут птички поют. Ну и, собственно, мне, по сути, нужен только этот пацан, который вроде бы даже запускается нормально. Ебать. Опа-на, нахуй, пушка, колотушка на автомате, на пулемете. Ебать. Оп. Ну, ну, вроде даже ничего так работает. Короче, чтобы достать то говно, надо этого монстра возбудить. А у меня сегодня времени нет, поэтому я попросил ребят, чтобы они сначала транспортировали тачку непосредственно наверх. Заменили недостающее колесо, а завтра мы вернемся. О, дизель, дизель, блядь. О, жил, пидор, блядь. Короче, до завтра, так сказать, с фордом, но я думаю, что надо его брать, потому что донор для донора, это всегда заебись. Друзья, не пропустите отличный футбольный матч. Уже 30 мая будет играть Бавария против Фортуны. Делайте свою ставку и юзайте мой промокод BORCHSTORY. Он даст вам до 6500 бонусом на первый депозит. Ну и не забывайте, выигрываем только с 1X. Воу-воу-воу, ребятки, у нас новый день. Мы все так же с Борисом. Приехали в это же гетто. Ну и, по сути, сегодня нас должен Скорб уже ждать на улице, с колесом, со всеми делами. Чтоб, так сказать, приехал, купил, уехал. Блядь, бать-гетуха тут, конечно. Второй раз здесь и второй раз меня это место удивляет. Но вон Скорбачок стоит. Бандитский, посмотрите на него. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пушка-гнилушка. Кожа, оружие, все дела. Бандитская тачка, бля. Так посмотришь вообще, да? Люкс какой. Руль крутится, лавэ хомутится. Че, подлили уже все жидкости надо, наверное, тест-драйв, да? Короче, прохватил на этой некрухе. Боря говорит, если хочу скупить все некрухи, надо покупать. Но я, короче, купил. Не знаю, зачем. Но я думаю, что что-нибудь хорошее должно случиться. Боря, погазуй. Давай посмотрим, как она дымит. Во имя контенту, блядь. Все, хватит. Ну, короче, блядь, синька вроде есть, но совсем изи. Ну, может, какой-нибудь умный человек ничего не подскажет, что там сделать, чтобы было хорошо. Так в башке, конечно, немножко шуршит, в остальном ок. Хуй знаю, блядь, документы на кого, на что. Ну, короче, я теперь два скорпа. Один и второй. Я дурак. Че, перекупчина? Если сейчас не доеду, блядь, до дома, ты виноват будешь. А дай какой-нибудь совет ты начинающему блогеру. Бля, трать деньги на рекламу. Давай, люблю от души. У меня теперь две некра. Тачки. Тут тоже все дребезжит, шумит, пердит. Да и хуй с ней. Главное, что едет. И, может быть, что-нибудь хорошее произойдет. Ну, там какая-нибудь совместюха и все такое. Ладно, с кайфом. Не, ну мы реально как в гангстерском фильме. Там Скарпач, тут Скарпач. Чисто идем парно. Бля, сам не знаю, нахуя. Но я думаю, что надо поставить на ход все-таки мою Сиеру. Ну, как бы, какие-нибудь запчасти все равно со Скарпа тоже пойдут в плюс. Что-то с него, конечно же, пойдет в Дербан. Что-то продам. Ну, а его, наверное, сдам на металл. Мотор, конечно, не в самом лучшем состоянии. Но он заводится, едет. Ну и, короче, блин, чё. Тачка на ходу, а это очень важно. Хоть как-то заставим Сиеру двигаться. Потому что там без лет все стучало, дрещало. Посмотрим немножко этот мотор, конечно же. Раскинем его. И хочу от баланс валов отказаться. Переделать наши переделки по увеличению посадки мотора. Что мы там мудрили при опускании подрамника. Короче, буду чуть-чуть грамотнее собирать. Ну, контент он такой. Если тебе интересно, ха. Чё, там колокольчик, подписка. А кто со мной давно от души, пацаны, всегда знал, что вы меня любите. И я люблю вас. Йотто на фарде, блядь. Ха. Жаль, без музыки. Бросит код. Рано на автомате чисто городская машина, да. Сейчас устроили сбори Драгрейс. Конечно, мой малыш на механике гораздо шустрее. У меня еще крышка багажника что-то стала открываться. Ну, такой спойлер, так сказать, активный. Конечно, автомат этот тех лет, блядь, бревно страшное. Ну, и тачка подкидывает мосрецов, пованивает. Если честно, я не уверен, что мне нужна была такая покупка. Ну, да ладно. Уже приобрел. Поэтому, чё, будем собирать? Едем в Вилдокторус уже, будем разбирать. Будем разбирать, будем собирать, йоу. Еще, кстати, спасибо бывшему владельцу. Здесь была закодирована магнитола, но как только я опустил козырек, я нашел код. И это реально приятно, от души. Ха, хоть с музычкой и еду. Все, впарковал Некруху. Теперь будет жить как бы здесь. Ждать своего время расчленения. Будем ее в ближайшее, наверное, разбирать. Все лохматить. Все выкидывать. Ну, а мотор, надеюсь, побегает хотя бы чуть-чуть. О-о-о-о-о-о-о-о, синий гонщик. Надеюсь, мотор тут хотя бы чуть-чуть побегает в сайрочке. Потому что сайрочка уже грустит. Приехал я в Ка-Кастом Бокс. Забрать горячку. Надо ее там отвезти по ее делам. Неважно. И, короче, что вы думаете, на повороте у меня просто ломбовая селектор отъебнул. Поэтому поднимаюсь с динозавра. И будем смотреть, что там куда отъебнуло. Тирататиратарара, тирирара. Ёпта. О-о-о-о. Да тут нихуя не сделаешь. Тирататиратарара. Что это тяга? Блин, да селектор отъебнул. И его, к сожалению, не сделать. Отломилась тяга от КПП от селектора, который идет в саму коробку. Которая как раз занимается выбором. Так сказать, отломилась тяга шифтера. Поэтому на третьей передаче как-нибудь доеду куда-нибудь до дома. Пересяду в другую тачку. Потому что, ну, это... Так вышло. Подумал, что на третьей доеду до дома. Хуй. Поехал в подъем на кат. И вылетела. Хорошо, братишка, Юрец был недалеко. Трассируем сейчас ее. Брошу где-нибудь тут в районе Аутлета на Таллинском. Ну, и ночью приеду, наверное, затрассирую по полной. Такое, если, конечно, мероприятие. Не очень. Второй раз уже подводит Тарантайка. Хули старость. Но, блядь, так кайфует все равно. Ебаная тяга, блядь. Ну, ладно, подварим. Только, чтобы ее подварить, надо, походу, будет скидывать мотор с коробкой вниз. Потому что тут я все разобрал, не подлезть. Ну, ладно. Все будет хорошо. Просто чуть позже. Ну, что, ребята, мы тут в Кокасном занимаемся сливой. Но сейчас пойдет речь не об том, а об нем. С горем пополам пригнали его сюда. Влад мне на помощь пришел. Сейчас будет дергать торпедное движение. Ой, Влад, прости. Сейчас как-то будем туда пробираться. А прикол-то в чем? Тяга, которая сломалась, снизу, ну, пиздец, как бы. Жестко очень. Там все разбирать. Старые закисшие болты. Не очень хочется приспускать мотор с коробкой. Ну, короче, это дичь. Надо поставить машину на ход. Проще всего залезть из салона. Ну, как проще. Я так думал, что проще. Но тут такое ощущение, что торпеда цельная. Надеюсь, что она заканчивается хоть где-то. Сейчас мы будем как-то пробираться вот сюда и пытаться сделать здесь дырку из салона. Да, да, да. Дырку из салона. И заварить тягу из салона Ж. Короче, я не знаю, как мы это сделаем. Но Влад это сделает точно. Владик умеет. Владик точно добудет. Ну, что, довольно ебало Юрия. Что, пили? Можно? Ну, короче, да. Взял бы новый биск, что ли? Что, ты знал, Фарду? Торпеда просто несъемная. Теперь съемная. Теперь тебе надо весь туннель распилить. Вот здесь надо запилить. И так, и открыть туда. Давай пили, только не глубоко. Я же туда нету. Не знаю, поэтому пили аккуратно. А я топливом точно не... Ну, блядь, если загорится, то хуй с ней. Что, будем тушить. Да, ну нормально, слышишь? Технологическое отверстие для ловли рыбы. Так, 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 пациент. Что, он горит, горит, горит? Да я вижу, что горит, говорю, рви ее нахуй. У меня так... О! Нихуя ты ровно к шифтеру! Вот это ты четко! Да то шо и так попала эту ее. Не повторяйте этого дома. Блядь, шо за жизнь. Как воняет эта хуйня, блядь. Блядь, какую тачку, блядь, отъебали. Шо ты лыбишься, блядь? Шо ты лыбишься? Так это же форма. Фор, блядь. Блядь, хорошо, борно нету. Отрезаю нахуй, давай вместо нее, блядь, болт длинный. Значим пиздатых запасов болтов. Можно трубку... Ну, не болт, трубку тогда. Да, я думаю, болт будет надежно какой-нибудь пиздатый. Вагарский. Слышишь, вы на допросе, блядь. А ну, у нас есть вопрос. Алло. Давай. Дискотека, 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 дискотека. Тяга покинула, чё? Тяга, 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 покинула. Да, всё починил. Так вот, это деталь, который там, который Юра сказал, алюминиевая. Хуёв, дров, блядь. Думаешь, ее же вернем? Или все-таки кастом? Блядь. Ты нахуя мебель двигаешь? Слышь, окей. Нормально слышно, ножовская? Там просто от времени отъебалось. Починем. Ну что, дырочка, мы вернулись к тебе. Юра тут несет сварочник и супер кастом. Кто говорил, что будет легко? Ебать, я поймал наху глаза. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Задняя. Так, чё, заварили? Кусок железки вернули. Ну а здесь я хер знаю, чем закрыть. Поэтому, скорее всего, ничем. Спасибо тебе большое за эту кастомную работу, проверенную. Если вам нужна такая работа, обращайтесь к Юре. В общем, три девятки. Три девятки. Три три девятки. Три девятки. Три девятки. Рокировочка дальше Влад соберет. Он у нас, как его, арматурщик, блядь. Народная мудрость гласит, если долго мучиться, что-нибудь получится. С ладочком уже подскидали все назад. Так что, сегодня едем домой на Скорпе. Финишная прямая декоративная крючка. Если не приглядываться снизу к тем четырям хроматам, никогда не узнаешь, что с ней было. Я думаю, что следующий владелец не догадается никогда. Стиль. Мы едем домой, мой маленький Скорп. Стилетчик. Воу, ребят, ну вот наконец-то пришло время, когда мне пригодилось. То, что я фанат Скорпов, Фордов и всей этой некродвижухи. Короче, у моего фиолетового бегемотика заболел левый суппорточек. И как бы он заклинил вот на все 100%. Хоть и выглядит не так ржаво, как вот этот, который мы сняли только что с донора. Родной заклинивший, но он еще клинил с самой белоружки. Поэтому мы взяли с моего другого боевика. Но произошел легкий конфуз. Мой тормозной диск с фиолетового сточился просто нереально. Ну и сейчас вот Данечка снимает с этого тормозной диска, который ржавый. Как говно. Давай, братья, давай. И мы будем делать коллаборацию, видимо, еще и с тормозными дисками. Надеюсь, что у нас получится прокачать все это говнецо. Потому что я больше всего за это переживаю. Ну, а вообще, так как это некродвижение, была мысль взять просто болгарку, одеть ее на балансировочный станок. И вот это вот снять. Потому что я три дня тормозил просто мертвой колодкой. Сейчас посмотрим, сравним со вторым диском. Какой лучше, тот и поставим. Все это дело происходит в Вилдокторс. Ребята, как обычно, выручают. Плюс еще, видимо, совсем скоро. Я планирую сюда загнать Скорпа, вот этого моего Донорного. Донорно-но-но-но-но-но-но-но-но-но. И разобрать его. И оживить мою Сайру. И все будет круто. Короче, на Скорповых движениях. Спросите меня, зачем мне ездить на этом фиолетовом бегемотике? У меня есть другие нормальные машины и гольфец уже на ходу. Этот урод, он настолько красавчик, что вы не можете себе представить. Я на нем не вижу ям. Я на нем не знаю, что такое заправляться каждый день. Полный бак 60 литров. На 4 минимум, мать его, дня. И это очень круто с моими разъездами. У него работает круиз. У него мягкая подвеска, 15-е колесики. Вася, спасибо тебе за резину, на которую я все еще езжу, которую брал на один день. Короче, он огонь. Я даже не стал ему менять рулевую тягу, которая стучит. Она дальше стучит, да и бог с ней. Единственная вот проблема, что иногда подхлебывает движокчик, там страдает маленечко из-за проводки. Патрубок у меня порвался. И с массой была проблема, из-за чего-то он встал. Недавно, когда я диски отгольфовез, масса просто перестала массой быть. В этой машине очень удобный салон, нереально мягкие сидения, комфортные. В эту машину я бросаю весь шмот, все грязное, прямо на сидение. Короче, это прям максимально трудовая малыха, которая меня устраивает. Фиолетовый бегемотик. Скорпио. Вот так, да, брал донора Сайри, которая, кстати, вон там сзади стоит. А, влюбился в тачку и теперь на ней езжу и вообще не обламываюсь. Честно сказать, не обламываюсь. Просто, ну, на нормальной чистой машине нельзя так ездить по-грязному. По-гангстерски. Собственно, сейчас поменяем суппорточек. Прикрутим шлифанутый дисочек, ну, тормозной. Потом этот дисочек оденем и пойду я дальше по своим делам. Ну-ка, покажи его. Вот этот супер ржавый парень, либо вот этот парень, который супер сточный. Вот в чем вопрос. Сейчас почистим супер ржавого, посмотрим, в каком он состоянии. Короче, тот ржавый диск был слишком ржавым. Поэтому мы оставили старый, поставили другой суппорт. В принципе, уже качнули, как вы видите здесь. Все должно быть ок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»